В региональном следственном комитете завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы города Кимры и директора МБУ, обвиняемых в превышении должностных полномочий и халатности. Уголовное дело было возбуждено по материалам, предоставленным прокурором в порядке ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2022 году в целях выполнения национального проекта формирования комфортной городской среды между МБУ и ПАО был заключен муниципальный контракт на благоустройство пешеходной зоны в городе Кимры. Действия главы города Кимры по изданию незаконных распоряжений и директора МБУ по заключению незаконных дополнительных соглашений об изменении существенных условий контракта, действовавших в составе группы лиц, причинили существенный вред охраняемым законам интересов общества и государства в лице муниципального образования города Кимры, а также МБУ. Кроме того, ненадлежащее исполнение директором МБУ своих обязанностей по неиспользованию банковской гарантии, а также нерасторжение муниципального контракта и невзыскание с подрядной организацией неустойк, привлекло причинение ущерба бюджету Кимрского муниципального округа. 5 июня около 11 утра в поселке Озерки Конаковского муниципального округа 14-летний подросток, управляя мопедом, вывел двухколесную технику на полосу встречного движения. Произошло столкновение в результате ДТП подросток с травмами различной степени тяжести доставлено в больницу. На второй мукомольной улице в Твери опрокинулся скутер. 47-летний скутерист, который в результате пострадал, уверяет, что попал колесом в масляное пятно, после чего не справился с управлением. На скутеристе был мотошлем. На проспекте Калинина водитель автомашины Хавала поворачивал налево. Два ряда автомобиля остановились пропустить, а по крайней правому ряду продолжил движение автомобиль ВАЗ. Произошло столкновение. Пострадали 20-летний водитель и пассажир Хавалы 82-го года рождения. В рамках деятельности Следственного комитета Российской Федерации по увековечению памяти защитников Отечества в региональном следственном комитете заключено соглашение о сотрудничестве с областной общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью «Витязь». Утвержден состав группы из числа сотрудников Следственного управления для оказания помощи «Витязю» в обнаружении захоронений мирных граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков, содействия в работе с архивными документами центральных, ведомственных и региональных архивов. На совещании намечены мероприятия по поиску мест захоронения мирных жителей, зверски замученных и убитых нацистами в годы Великой Отечественной войны.